Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ведущий Александр Гурарье и со мной адвокат Михаил Левит. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. А поскольку присутствует адвокат, то дело будет касаться, разговор пойдет о делах уголовных. Итак, сенсация. Суд отпустил Романа Задорова под домашний арест. Я напоминаю, Роман Задоров был осужден, признан виновным в убийстве школьницы, касринской школьницы Таир Рада. Он уже на настоящий момент отсидел практически 15 лет. И вот сейчас суд отпустил его под домашний арест в связи с тем, что вскрылись новые эпизоды дела и, скорее всего, будет новый суд. Вот, Михаил, прежде всего, само вот это дело, дело очень долгое, дело очень громкое, очень много о нем говорили и говорили о том, что вообще это как бы плевок в сторону всей русскоязычной общины, говорят, что он не виноват и так далее. А буквально в нескольких словах, на ваш взгляд, чем особенно, что особенного в этом деле? Ну, смотрите, сам факт, что человек и его окружающая, его семья не смирились с тем, что его признали виновным и постоянно поддерживают это дело на каком-то уровне, это приводит в конечном итоге к тому, что это привело, ведь человек мог смириться, он бы не подавал апелляции, он бы не подавал, конечно, последнюю просьбу на то, чтобы позволили провести новый процесс. Есть люди, которые не могут себе это позволить, которые просто смирились с тем, что произошло. А насколько я понимаю, заслуга вот этого нового адвоката, который взялся за это дело? Ну, конечно, это очень большая заслуга, потому что его представляли много адвокатов, и он, кстати, насколько я понимаю, он его безвозмездно представляет. Это тоже очень интересный момент, конечно, там есть очень большие расходы в то, что связано с мнениями профессионалов, заключения, патологоанатом, экспертом и так далее. И, конечно, это очень большая заслуга за историю Израиля. Не было много повторных судов, в районе 30 судов. Так что это неординарный случай. Повторный суд. Расскажите нам, что это такое? Если Верховный суд приходит к выводу, что есть новые какие-то улики, которых не было тогда, когда признали обвиняя его виновным, или есть чувство очень, ну, грубо, очень большой несправедливости в том, что произошло, что суд пришел к неправильному решению, появились новые свидетели, новые показания, это может привести к новому, к повторному процессу. То есть повторный процесс, как он будет проходить? То есть так же, как проходит обычный судебный процесс, там, обвините, речь прокурора, речь защитника, свидетеля и так далее. То есть полномасштабный будет процесс или он по какой-то идет сокращенной форме? Во-первых, этот процесс должен происходить так, как должен происходить уголовный процесс. Но, так как есть определенные моменты, в которых нету разногласия, которые были признаны уже в прошлом процессе, стороны могут согласиться об этом. Там нету так много свидетелей. В основном этот процесс должен, будет, скорее всего, сосредотачиваться на уликах и на отпечатках пальцев, на следы крови, на волосах. Вот, кстати, извините, вот это самое главное, насколько я понимаю, один из серьезных тезисов адвоката, что следствие проводилось с грубейшими ошибками и нарушениями. Да, потому что не все было проверено. Допустим, если там были еще какие-то волосы, которые были на пострадавших, их не проверяли, были еще какие-то следы, которые не проверяли. Это может явиться косвенной причиной того, что суд признает его невиновным? Это может быть не только косвенной, наоборот, это может быть прямой причиной. Если там найдены еще отпечатки обуви в крови, в комнате, которая была рядом. Я поясню, что девочка была найдена в кабинке туалета, закрытой изнутри, и в соседней кабинке, куда тоже попала кровь, был найден отпечаток чьего-то ботинка. И так и не было установлено, чей это ботинок, кому он принадлежал, но, что знали точно, он не принадлежал Роману Задорову, которого обвинили и осудили. И теория, в которую прокуратура влюбилась, и она в нее верит, что там был кто-то неизвестный, незнакомый, которого сейчас нельзя найти, который помогал открыть эту кабинку снутри. Но есть доказательства, есть свидетели, которые говорят, что кабину сразу открыли. Когда ее нашли в школе, увидели, видно, снизу есть возможность посмотреть. Там кровь была и все. Да, сразу вызвали ответственность за администрацию. За вхоза. За вхоза, который открыл эту комнату, значит, никому не надо было залезать сверху или как-то потом вылезать. Но суд сказал, что да, вполне возможно, что был кто-то неизвестный, который ушел с места, который помогал влезть в эту кабину. Вот один из моментов, который... Был еще эпизод, что якобы одна из девочек, которая училась то ли в том же, то ли в параллельном классе, впоследствии призналась своему приятелю в том, что это она убила. И вот долго это дело раскручивалось. Прокуратура и полиция не хотели придавать этому значения. Но сейчас, вроде бы, этот эпизод тоже отпал. Сначала ее называли по инициалам. Ну да, и разглашали. Потом уже разгласили ее имя. И больше того, нету сегодня дела, в котором она может быть... Ее дело закрыли. Допросили, проверили, и дело вообще закрыто. Значит, на данном этапе вообще нету альтернативы, кто мог это сделать. Она вообще неподозреваемая, она вообще сейчас ни к чему не имеет причастия. Значит, если будет решено, что обвиняемый не совершал это преступление, то тогда вообще непонятно, кто это сделал. Теперь вернемся к прокуратуре. То есть, перед прокуратурой стояло, так сказать, был выбор. Либо согласиться на этот новый процесс, либо сказать, мы больше в этом участвовать не будем. И в таком случае его бы просто оправдали и выпустили. Правильно? Значит, прокуратура заявила, что они, да, готовы сражаться. О чем это говорит? Прокуратура не заявляет просто так. В любом уголовном процессе для того, чтобы подать уголовное заключение, прокуратура должна взвесить все улики, все свидетельства, все материалы, что у них есть, и прийти к выводу, что есть шанс признать, обвиняя его, ну, обвинить его и признать его виновным. Если нет, если нет, если нету очень высоких шансов, не подается обвинение. Здесь пришла молодая команда, новые прокуроры, которые не были связаны с этим делом. Они как бы со стороны, чистыми руками. Изучили все материалы дела и пришли к выводу, к заключению. Пришли к генпрокуратуру и сказали, да, здесь есть шансы очень высокие признать его опять виновным. То есть повторно признать его виновным. Да, повторно. Но есть очень интересный момент, как утверждает адвокат, который представляет Задорова, за это время невозможно было изучить материалы этого дела. Это берет месяцами, если не больше. Это он, что он занимается этим. Он говорит, не могли в такой короткий период просто перебрать все материалы и прийти к такому выводу. Это тоже странно, потому что изучить материалы дела. Если ты не имеешь какого-то уже мнения, что тебе надо... Не то, чтобы они совсем с чистыми руками, а у них уже какой-то багаж знаний был. То есть может быть они уже где-то слышали. Они утверждают, что нет. Так если нет, как ты можешь так быстро изучить такие материалы дела? Но вполне возможно, что они изучили. А может они сразу наткнулись на какие-то выпивающие вещи, которые они считают... Когда мы с вами сейчас дали пример определенным уликам или моментам, которые могут помочь оправдать обвиняемого, мы не говорим о тех моментах, о тех уликах, которые есть у прокуратуры. Вполне возможно, что если выслушать все их аргументы, тоже выглядит, что это не все так просто. Они же не должны помочь его оправдать. Вот, на ваш взгляд, суд, который будет рассматривать это дело, это дело беспрецедентное. То есть, ну, подобных, может быть, и были, там один-два, да? Но это дело громкое, за ним будут следить, все будут смотреть, да? И эти судьи, которые будут его... Они что же люди, правильно? То есть судьи получают определенный заряд энергии от окружающей среды. И информации. И информации тоже, да. То есть, судьи, на ваш взгляд, будут чуть более, так сказать, благосклонны к подсудимому или нет? Они должны быть объективны. Это понятно, Миша. Да. Без вопросов. Но все люди, все судьи люди. И часто бывает, что мы слышим... В последнее время слышим... Тем более, он 15 лет уже отсидел. Да. Я думаю, им тяжело очень будет быть полностью объективным, без того, что они слышали в СМИ, и читали, и смотрели. Я думаю, им будет очень тяжело отойти в сторону и объективно смотреть на этот случай, как в такой туннеле, что на тебя ничто не влияет. Это непросто. То есть все мы люди, все мы человеки. Так оно и есть. Но хочется верить. Кстати, мы буквально пару дней тому назад опять слышали, что в совсем другой инстанции тоже есть какие-то претензии к судьям, что судьи имеют отношение с определенными людьми, с адвокатами, а никто об этом не знает. И эти адвокаты выступают у них в зале. А когда к ним приходят клиенты, они гордятся тем, что они знают этого судьи. Так что каждый раз мы слышим что-то новое. Это не идеальная ситуация. Слишком маленькая песочница у нас, правда? Да, маленькая страна. Тем более, опять же, все друг друга знают. Кто-то с кем-то служил в армии, кто-то с кем-то учился вместе. Потом судьи тоже, как правило, все, основная масса, тоже были адвокатами. Так что... Да, интересные вещи. Значит, его должны отпустить под домашний арест. Человека, который 15 лет отсидел в тюрьме, выпускают под домашний арест. Прокуратура еще попросила 48 часов, чтобы обжаловать. Кстати, есть шанс, что отменят это решение? Смотрите, здесь есть два этапа. Он же никуда не убежит, это же понятно, да? Это еще ни о чем не говорит. Они аргументируют не только то, что... Они еще не подали это обжалование в Верховный суд. Мы можем только предполагать, чем они будут аргументировать. Но здесь есть два этапа. Даже если они не подадут апелляцию, окружной суд в Нацерете вынес определенные условия, которые надо исполнить для того, чтобы выйти под домашний арест. Там есть... Вы говорите про залог, да? Очень большие залоги, да. Откуда у него деньги? Тоже нюанс. Потом, кого-то из тех, кто должны за ним наблюдать, они считают, что не все могут за ним наблюдать. Есть определенные... Помните, мы с этим тоже сталкиваемся. Когда люди освобождают под залог, судья хочет видеть тех людей, которые будут осуществлять это решение. И они спрашивают, понимаешь ли, что тебе надо сделать? Это твой сын. Если он захочет выйти, тебе надо позвонить в полицию и сказать, что он выходит. Люди иногда этого не понимают. Я видел в зале суда, в окружном суде, как судья показал вот так вот руками матери. Ты должна вот так вот встать возле дверей и не дать ему пройти. Ты это понимаешь? Не все... Ну, в этом случае я уверен, что все адекватно отвечали, но не все понимают, что такое быть ответственным за человека, который сидит под домашним арестом, тем более в таком случае. И есть еще, конечно, финансовые моменты. Это первый этап. А второй этап, если Верховный суд изменит это решение, хотя я сомневаюсь, потому что Верховный суд не будет рассматривать людей, которые стояли перед судьей, в окружном суде, с которыми он говорил, с которыми он общался, он будет больше обращать внимание на юридический момент. А юридический, в принципе... Все чисто, да? Это не прецедент. Люди, против которых ведется процесс, ввелся процесс, где они были обвиняемы в убийстве, были случаи, когда люди сидели под домашним арестом. Но вот человек сидел 15 лет, и вот сейчас его возьмут и выпустят, допустим, под домашний арест. А сколько будет длиться суд? Месяц, два, три? Он будет сидеть под домашним арестом, а потом раз и обратно. Ну, есть проблема с тем, когда человека отпускают, почему адвокаты очень часто стремятся к тому, чтобы их обвиняемый вышел из-под ареста. Хоть на самые тяжелые условия, но чтобы был дома, тяжело потом вернуть человека опять в заключение. В данном случае, если признают виновным, здесь не может быть другого варианта, но очень часто бывает, когда есть другая возможность меры наказания, очень важно, чтобы человек заходил в зал суда, бритый, нормально одетый, свежий, а не чтобы его заводили в наружу. То есть вы опять имеете в виду психологическое воздействие на судей? Конечно. Да, но это опять в любом нормальном, ординарном процессе. Здесь это не так имеет значение. То есть слишком большое внимание общественное. Да, в данном случае. Кроме того, на что он может повлиять? Есть какие-то свидетели, он кого-то может... Да, здесь уже никого нет. И люди, которые должны находиться с ним и следить за его домашним арестом, они свидетели от прокуратуры. Это тоже момент, который можно аргументировать, но уже столько лет прошло, это его семья, они так и так общаются. Так что именно сейчас они будут что-то мутить, скажем так. Тоже малышам. Это 15 лет прошло. Куда он может убежать? Любая собака его знает. По-моему, самая известная личность сегодня в Израиле. Он убежит куда-то, он едет куда-то. Вряд ли он может помешать. И потом опять он тоже. Вряд ли можно признать, что он опасен для общества, для среды людей. Я не думаю, что Верховный суд изменит это решение. Михаил, спасибо. Очень интересно. Мы будем, конечно, следить за этим процессом. И, конечно, мы все желаем, чтобы восторженствовала справедливость. Вот именно. Справедливый процесс. Это самое главное. Дай Бог. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова